В реальной жизни мы стараемся общаться с незнакомцами с осторожностью. Таких правил необходимо придерживаться и при телефонных разговорах. Звонки от незнакомых абонентов могут застать нас врасплох в любое время дня. Я слушаю. Вы совершали вход в ваш Сбербанк онлайн 20 минут назад? Нет. Дело в том, что система нашего банка зафиксировала несанкционированный вход в ваш личный кабинет с города Владивосток. Но, насколько нам известно, вы проживаете в городе Москва. А также была попытка списания денежных средств на сумму 3000 рублей на карту Альфа-банка. Скажите, данную операцию вы проводили? Нет, не совершал. В таком случае я понимаю, что по отношению к вам, как клиенту нашего банка, производят мошеннические действия. В таком случае я вынужден зафиксировать несанкционированный вход мошенника в ваш личный кабинет, а также время деактивировать ваш Сбербанк онлайн. Секунду. Денежные средства до получателя не дошли. Они были переведены на временную ячейку хранения нашего банка. Далее продолжать разговор не имеет смысла. Его сценарий, как правило, стандартный. Паспортные данные просили, также назвать карточку о том, чтобы я протектовал передние и задние цифры. Говорили, что списали деньги со счета. На таком мы, да, попадали. Да, иногда даже деньги снимали, то есть как бы с карт. У меня первый случай случился, это когда уже начали спрашивать номер карты, тогда я уже поняла, что что-то не так. И сразу просто игнорировала звонок. Я чуть было не поддалась на эту уловку. То есть они, видимо, используют вот такой прессинг, то есть они так достаточно стойчиво требуют номер карты. Ну, когда я приходила в банк перевыпускать карту, да, то есть, ну, рассказывали даже сами сотрудники о том, что, ну, люди вообще поддаются на эти схемы. Ничего нельзя давать им никакие данные, ни карт, ни номеров, ничего нельзя. Я в курсе. За тех, кто не теряет бдительности, можно порадоваться. Однако самая популярная схема мошенничества по телефону до сих пор жива, потому что находятся те, кто верит незнакомцам по ту линию провода. С начала года в Межмуниципальное управление МВД России Мытищинское обратилось более 310 жителей нашего города с заявлениями о совершении в отношении них преступлений, связанных с информационно-телекоммуляционными технологиями. В основном пострадавшие сталкиваются с мошенниками, которые звонят по телефону и представляются сотрудниками различных банков. В среднем каждый пострадавший от рук телефонных мошенников Мытищинец потерял от 10 до 30 тысяч рублей. Убедившись, что денежные средства перечислены, аферисты сообщают, что деньги вернутся на следующий день и отключаются. Дозвониться до них уже не получится. Ведь в таком сомнительном ремесле мошенники используют разовые сим-карты или подставные номера телефонов и банковских карт. Вот часть диалога между мошенником и владельцем карты, который вовремя раскусил обманщика. Ну зачем ты этим занимаешься? Кушать хочу. Ну нельзя найти какую-то нормальную работу. Работа должна приносить удовольствие. Я сижу в офисе и разговариваю просто с людьми. Ну подожди. Тебе по сути приносит удовольствие разводить людей на деньги? Да. Я просто не в России, понял. Поэтому для меня это нормально. Каждый владелец мобильного телефона может самостоятельно защитить себя от мошенников. Можно напрямую обратиться к оператору сотовой связи и подключать за дополнительную плату услуги антиспам или черный список. Либо заблокировать подозрительный номер без чьей-либо помощи. Устанавливать на телефон специальные приложения с якобы собранной базой телефонных номеров мошенников эксперты не рекомендуют, так как можно поймать на свое устройство вирус. Сотрудники полиции и банков призывают всех оставаться бдительными. Андрей Латынцев, Константин Химичев, Андрей Капустин. Первый Матичинский.